Привет, меня зовут Крис и сегодня я расскажу, как просто, быстро и легко сделать цветные смоки. Начинаем мы с подготовки кожи. Обязательно уделите минутку массажу, это улучшает микроциркуляцию крови. Кожа просыпается, крем лучше впитывается. Наносим базу. У нас база, которая подсвечивает. Наношу точно так же. Не бойтесь наносить широкими движениями. Опять же, это дополнительный массаж. Наносим тон. Нам важно, чтобы тон был как можно ровнее, так как у нас будут очень яркие глаза. Тон я наношу мити-блендером. Такими похлопывающими движениями. Уделяю внимание местам, где нужно плотнее затонировать. Нам нужна более матовая кожа. Мы полностью закрепляем тон. Тонкой пудрой. Прозрачной. Берите обязательно маленькую кисточку, чтобы сделать это максимально легко. Переходим к бровям. Я использую тени. Начинаю наносить с нижней линии. Очень-очень легко. Не давите на кисть. И должна быть легкая тень. Брови мы пока оставляем. Переходим к следующему этапу и вернемся к ним, чтобы подкрасить их тушью в самом конце. Переходим к коррекции. Обязательно убирайте излишки продукта, чтобы избежать пятен. Коррекция наносится ровно под склой. Это должен быть эффект естественной тени. Немножко на виски. Я ношу по обороту. Помните, что коррекция – это не бронзатор. Это естественная тень. Она делает лицо скульптурным. Оно не дает сияния. Она подчеркивает форму лица. Переходим к глазам. Мы используем тот же самый скульптур, чтобы затемнить косточку над подвижным веком. Для того, чтобы потом нам стушевать с основным цветом, который у нас будет. Я бы немножко добавила на нижнее, послужит на нас новый. Теперь наносим карандаш. Карандаш должен быть обязательно водостойкий. Я призываю вас использовать водостойкий, так как его не останется буквально через 10 минут. Если наносить обычный каял, мягкий, он очень быстро смывается. А если нам нужен макияж на всю ночь или хотя бы часов на пять, то обязательно берите водостойкий. Еще очень важно его подточить. Если вы будете это делать карандашом, который у вас приезжал где-нибудь в косметичке, подсох, вы будете очень сильно травмировать слизистую. Вы это можете не заметить, не почувствовать, но вы это почувствуете потом. Потому что глаза будут раздраженные, будут краснеть. Наносим на слизистую, нижнего. Прокрашиваем очень аккуратно и только внутри. Обязательно прокрашиваем вот это межресничное пространство, потому что залог красивых смойки. Это чтобы не было ни одного пятнышка между ресницами, чтобы все у нас было покрыто цветом. Очень аккуратно прокрашиваем внутри. Оставляем непрокрашенный уголок внутренний глаза, вот в этом месте. Мы прокрашиваем здесь нижнее и здесь прокрашиваем верхнее веко, а здесь оставляем. Выводим небольшую стрелочку и начинаем красить верхнее веко. Таким же способом прокрашиваем верхнее слизистую. Также не оставляя между ресницами белых и белых. И выводим внешний уголок. Внутренний уголок прокрашиваем так же, как нижний. Оставляем вот это пространство незакрашенным. И точно так же второй глаз. Переходим к основному цвету. Я использую стик. Это очень удобно, потому что мы имеем дело с кремовой текстурой. И так как обычно все сухие текстуры осыпаются, тут у нас нет такой проблемы. Поэтому это намного быстрее. Я наношу основной цвет на все подвижное веко. Немножко вывожу уголок. Смотрите за тем, чтобы не уходить за подвижное веко. Немного уголок. То же самое делаем с нижним веком. Прокрашиваем максимально. По контуру ресниц. Также прокрашиваем точно так же внутренний уголок. Оставляем немного места. И выводим внешний. Кисточкой тушую наши два карандаша. И делаю более острые уголки. Наношу второй раз цвет. Чтобы он был более яркий. Также и на верхнее веко. Беру более пушистую кисть. Если помните, мы наносили основу нашим скульпторам. Я растушевываю наш скульптор с нашим основным цветом. По контуру. Совсем немного. Чтобы выровнять это место. Также точно на второй глаз. И точно так же нижнее веко. Не бойтесь использовать пальцы. Я всегда использую пальцы. Мне кажется, это самый удобный инструмент. Красим ресницы. Самое главное. Нижние ресницы красим. Не кончики. А основание. Около самого основания. Подкрашивать их. Как я и говорила. Возвращаемся к бровям. И прокрашиваем. Глазки. Направляем их наверх. Избиваем по кончики. И переходим к хайлайтерам. Собственно, вот это место, которое мы оставляли здесь, не прокрашено. Мы оставили для того, чтобы нанести хайлайтер. Мы должны замешать хайлайтер с нашими крандашами. Сейчас мы используем такие холодные оттенки. Такой прям. Холодный. Светлый. Жемчужный. Я наношу сначала пальцем. Ухожу под бровь. А потом делаю этой кисточкой. Потому что кисточки удобнее в этом месте. У нас должен быть мягкий переход. Немножко поправим сверху. Мне кажется, что самый важный момент в смоке, это когда в самом конце наносишь консилер. Потому что, мне кажется, это самый важный момент, в котором происходит волшебство. И вся картинка становится именно такой, как она должна быть. Она выглажена. У меня такой консилер, который нужно изначально разогревать. И, как видите, я нанесу его похлопающими движениями. Чтобы его ровнее нанести. Тоньше. Зона под глазами у нас должна быть максимально ровная. Закрепляю наш консилер. Чтобы макияж держался дольше. На губы я наношу просто бальзам. Я думаю, что под такие яркие глаза не стоит делать акценты на губах. Но учитывая, что у нас есть такие металлические частицы в наших тенях, хорошо будет смотреться, если губы будут более влажные. И обязательно закрепляем макияж в самом конце. Вот и все. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok